Белорусские помежники стверждают, что регулярно зауважают выведные полеты украинских беспилотников. Гэтак у Ельским районе на Гомельшине боевую сброю зликвидовали дрон за 150 метров от державной амяжи. И небыто на флэшкарте знаешли доказы спробов выведать помежную инфраструктуру и промысловые объекты Белоруссии. А непадалек выявили сховиша с компонентами для саморобных бомбов. А кроме того, в Державном помежном комитете кажуть, что на украинской территории для мяжи застаются подразделения российского доброходного корпуса, быть сомненны выучать мясовость и приводять активную выведную дейнасть. Однако неких доказов к этому не приводится. Министерство обороны разместило на мяжи з Украину и дивизион РСЗА «Поланес». Ведомство зазначает, раз гортва не отлумачится нестабильную ситуацию на мяжи. А «Поланесы» мают полный боекомплект. И тягом 20 хвилинов могут быть готовы нанести ракетные удары далекостью до 300 километров. У США отбылся первые передвыборчые теледебаты. Дзейный президент Джо Байден и кандидат от республиканцев Дональд Трамп полторы годины спрочалися у студии телеканалу CNN. Почас дебата у полных взаимных обвинувачиваниях великую увагу претенденты на найвышейший пост надали войне во Украине. Трамп подкреслив, что цитата «ганебный сыхот американского войска за Афганистану» и слабый политик у Белым доме подшторгнули Путина до варвания у соседнюю краину. Гэтак званный мирный план Путина Трамп назвал непрымальным и пообедал спинить войну яше до своего уступления на посаду. Байден у свою чергу подкреслив, что Украина – только початковый этап Великой войны Крамля с Европой. Путина – это война криминал. И он хочет отдавить частку СССР. И он хочет не кавалок Украины, а всю Украину. Думаете, он спынется на этом, когда захопить Украину? Что будет с Беларусью, с Польшей, с краинами НАТО? По воду для экспресса питания телекампании CNN две тратинных глядачов присудили перемогу Доналду Трампу. А газета «Уолл-стрит-джорнал» вышла заголовком «Трамп разгромил Байдена» подчас дебатау. Международный олимпийский комитет допустил еще шестех белорусских спартовцев до удела у Парижской олимпиады у нейтральном статусе. Теперь таких атлетов 17. У официальной заяви на сайте МАК поведомляют, что проверание комиссии в справе оценки и отповедания по требованиям нейтральности прошли весляры Яугин Золотый и Татьяна Климович, стролки Дарья Чупрыс и Александра Петрова, а так само теннисистки Виктория Азаренко и Арына Соболенко. А Пошня заявила, что на Олимпиаду не поеде, сославшийся на шильный график сезону. Нагадаю, что МАК рекомендовал допускать российских и белорусских спартовцев до удела у международных споборництвах только у якости нейтральных атлетов. Причем только ты, кто публично не выказывался на поднимание войны, якую Россия при соуделе режиму Лукашенко развязала супрать Украины и не связаны с узброенными силами обо органами держбеспеки. У комитете прогнозовали допуск приблизно 40 российских и 20 белорусских спартовцев. Олимпийские гульни стартуюсь у французской столицы уже меньше, как праз месяц, 26 липеня, и протягнутся до 11 жнивня. У Гомле судили целую семью, небыто за здраду державе. Процесс у Гомельским областным суде почался еще 20 травня и проходил у закрытым режиме. Этничный украинец Василь Прохоров отрымал 11 годов колонии. Его найженцы Ларисе и сыну Паулу присудили по 8 годов. Еще один фигурант справы, наставник белорусской мовы Руслан Прохоренко, осудженный на 10 годов колонии. Пралез пятага фигуранта Федора Аксененку на момент рыхтованья выданья не было вядома. Паводля Радоя Свобода криминальная справа датышить фотографаванья розных объектаў на тэриторії Беларуси. За подазараванами пэлный час сачылі спецслужбы, а потым арыштовали. Сирот авиновачу неў таксама спрыяние экстремистской дзейнасці, распаливане ворожасті, а таксама неданясенне празлашынства. Я бацькам недазаконаў? У тым самым Гомлі група молодзі зладзла гонкі вуліцах, парушыла правілы дарожнага руху і выхвалялась агэтым ў соціальных сетках. Меркуўчысь паводзіна ў парушальнікаў, пакаранья яны не баяцца. Кампанія ганялась рот дня па гомліцкіх вуліцах двума аутамі і размахвала червоно-зелёными стягамі пад пэсню «Бумер» рэпера Сярогі. Вядома, што той апошнім часам стався зацятым лукашыстам і ўдзельнікам дзержавной прапаганды. Відея набрала сотні камінтароў. Карастальнікі абураліся нахабными паводзіна мі ўдзельнікаў явна не санкціонаванай акцій і пералічвалі парушэні правілаў дарожнага руху. Небяспешная язда, неаднаразовая перушэння хуткасті, непрышпіліныя рамяні бяспекі. Некалькі карастальнікаў пазначылі аккаунт ДАІ. Алі пакуль невядома, ці пакаранныя парушальнікі. Трэцяга ліпіня лукашэнковскі ідеологі адновять геноцид. Прынамсі такі анонс размішаны ў соціальніх сетках комплексу «Лінія Сталіна», што ў Менскім районе. У Дзень вызваліня Беларусі там адбудзіца гісторычная реконструкція. У абвесцы імпрэзы указана, што, цытата, «будзе адновліны акт геноциду». Знісніны немцамі на нашай зямлі. Паводлі промаційнага роліку пры анонсі лукашэнковскія прапагандысты плануюць паказаць драматычную сцену спалення вёскі і растрэлу мірных жыхароў. Навіды, анійкі людзі ва ўніформі жаўнера у Вермахту падпальвуюць адрыну. Відой шарыхтуюць пры патрыманніі Міністерства абароны. А пошнімі гадамі прапаганда асядлала тэму геноциду часоў Другой Сусвєтной вайны. Але пераігравання акту геноциду – гэта нешта новая. Лідары країны ў Євразвязу вызначыліся с керавніками галовных ёвропейскіх структураў на бляжайшыя пяць гадоў. У якості керавніства для далейшай працы гэтых прызнашэнцаў затвердзіли стратэгічны парадаг дня. Старшынём Європейскай Рады стаўся былы прэм'ер-міністр Партугалі Антонио Кошта. Старшыню Єврокамісію Русулю фон дер Ляйен вылучылі на другі термін на гэтай пасадзе. Прэм'ер-міністр ку Эстонії Каю Калас прапанавалі на пасаду верховнага праставніка Євразвязу ў замежных справах і паліта цебяспекі. Кандынатуры фон дер Ляйен і Калас ёшы павіны адобрыць Європарламент. Кошта зоймя сваю пасаду з першага Снежня. Першая сесія Європарламенту новага склікання пройдзе з 16-го до 19-го липеня у Страсбуры. Шэсь асобаў загінулі і 10 параніны ў выніку сытыкнене цягніка за аутобусам на чыгуночным пераездзе на паўдні Славачыны. Авара адбыласі напередні у вечары непадалёк ад гораду Новая Замкі за 80 кілометраў ад Братиславы. Паулюмясовых медеў удар был такой силы, што аутобус разарвала на полову, а ў лакаматыва загорэўся рухавік. Чыгуночны пераездзе адбылосі сытыкнене был агарожаны шлагбаумам і абсталяваны светловымі сігналамі. Як аутобуса пынулся на калііне, па кулі невядома. Прычыны здарэня ўдакладняюцца. Больш за 600 чалайк померлі ў Пакістані с прычыны аномальнай спекі. Шпіталі і моргі краіны перапаўнене. Экстремальнае спекка накрыла Пакістан с пачатку тыдня. Асабліва шмат паттерпелых ў Карачы, найбуйнейшым горадзе краіны. Температура па ветра перавышая 40 градусаў. Але празвысокую вільготнась яна адшуваецца як 50 градусаў. Улады адкрылі адмысловыі пункты допамогі і раздачы пітной вады. Горад шаг этымі днямі не толькі ў Пакістані. Спекка панавала большасць краінаў Європы. Аранжавы ўзрові небеспекі обвешаны на сёння і ў Беларусі. Максимальнае температура па ветра плюс 32 градусы. У Менску да 31. Уся терэторая Беларусі па ранейшыму сферы па вышынага атмосфернага тіску сформаванай ў вельмі тёплай па ветранай масі. Медыкі рекамендуюць ў спеку менш быт на сонцы, асабліва с 12-й да 16-й гадзінаў, калі сонца надзвышай актывнае. Неабходна ўжаваць, як мага больш вады. Нельга пакідаць дзятсей і хатні гадаванцаў ў салоні аутамабіля. Наватна не працяглыц шас. Пахаладанне сіноптыкі ближайшімі днямі не прагназуюць. Ад спекі пакутуюць не толькі люди. Ратаваць гадаванцаў ад экстрымальнага надвор'я доводіцца і супрацовнікам гарадзенскага зоопарку. Спосаб просты, карыстны і вельмі смачны. Трыццятиградусная спека выдатная нагода паласавацца морозівам. Малпы, лемуры і медвідзі ў гарадзенскім зоопарку засалодуюць шастуюцца ледяными ласунками. Работнікі установы свяжаюць, што гатуюць пачастунак толькі з найсвяжжэйшых ягадав і садавіны. І гэта ўсе навіны ў нашым кароткім вэданні. Падрабязні пра развіццё падзеў традиційна павідуць мая калегі ў абіктыві ад 20-й гадзіні. Паслэ шагоць камінтарамі дэ аналітакую ваш шакая праграма Белсадзум. Яшна гэтым з вами развітуюся. Калі вы глядзіця нас на ютубі, закликаю ставить лайки, коментовать і деліться нашим вэданнім. Так яно потрапить до більшої колькості глядачоў. А ліне забувайтеся на власну безпеку. Берожіте себе і заставайтеся з Гелсадзум.